Эфир телеканала «Актис» продолжает рубрика «Гость в студии». Меня зовут Анна Дергалсова. Здравствуйте! В это воскресенье, 9 февраля, свой день рождения отмечает Театр Сказок. Вот уже 29 лет театр радует зрителей своими постановками. Сегодня мы пригласили в нашу студию главного режиссера Театра Сказок, Дворца культуры «Нефтехимик» Ирину Александровну Знобу, чтобы поговорить о предстоящих сюрпризах, премьерах, да и вообще в целом удивительном и волшебном мире сказок. Здравствуйте, Ирина Александровна! Здравствуйте! Поздравляем вас с предстоящим днем рождения. Ну вот расскажите, какие сюрпризы готовите своим зрителям? Спасибо за поздравление. Ну, вы уже сказали, что 9 февраля у нас состоится большой праздник, день рождения. И вот я хотела бы наших дорогих ангарчан от мала до велика пригласить к нам на день рождения. Всех, кто нас любит и тех, кто не любит. Я надеюсь, что все-таки тех, кто любит, гораздо больше. Мы приготовили для вас удивительную сказку «Ниндзя и сороковой объявляет бой». Герой этой сказки необыкновенная. Это чайник, грелка для заварника, кубок славы Атакина футболиста, вазочка китайская, метла. Они живут в старом заброшенном доме. Почему они остались в этом доме? Потому что хозяева их забыли. Может быть, случайно. Но появляются герои, еще одни герои этой сказки, муха и таракан, которые хотят выгнать их из этого дома. И ниндзя из сороковой, из нового дома, помогает им завоевать этот дом назад. И герой в конце решает, что этот дом не под снос, а дом на ремонте. Поэтому очень добрая, веселая, смешная сказка и очень поучительная. С этой сказкой мы были... Ну, я не хочу... Это не гастроли. Нас пригласили в Иркутск, и мы ее играли с большим удовольствием, большим успехом на сцене Иркутского драматического театра имени Ахлопкова. Она интересна и взрослым, уважаемые взрослые, и детям. Родилась она 21 год назад. Дорогие мамы и папы, может быть, вы у нас были на премьере этой сказки, и тогда вам было 4, 5, 6, 7 лет. Поэтому приходите, мы будем очень рады, надеюсь, уже с детьми. Ирина Александровна, я вообще хочу сказать, отметить, что у вас всегда достаточно такие актуальные герои в постановках. Как вы понимаете, как вы следите за этими, что называется, что в тренде сегодня у детей? Ну, я думаю, что быть в тренде не обязательно по поводу мультипликационных героев. В тренде надо быть всегда. Но быть в тренде среди героев этих мультфильмов мне помогает внук. Потому что я с ним смотрю все эти сказки, и я знаю всех героев. И он мне тоже говорит, бабушка, поставь, вот, сочини вот про этого. Я говорю, обязательно. Давайте скажем, что еще мы готовим не только к 9 февраля, но я знаю, что и к 23 февраля у вас будет что-то интересное. Да. Дорогие ангарчане, 24 февраля в 12 часов, Дню Защитника Отечества посвящается большое праздничное представление, конкурс «Вперед, мальчиши». Участники этого конкурса, лучшие мальчишки нашего города и творческие коллективы дворца, приходите. Это будет очень интересно и поучительно для нашего подрастающего поколения. В 12 часов дети до 4 лет бесплатно. Мы будем вас очень рады видеть. Итак, уважаемые телезрители, 24 февраля «Вперед, мальчиши» в 12.00 во дворце культуры «Нефтехимик». Ну и, конечно же, 9 февраля в 12.00. 29 лет театру сказок мы отмечаем на сцене дворца культуры «Нефтехимик» с постановкой «Ниндзя из 40-й объявляет бой». Большой подарок для нас, если вы придете к нам на день рождения. Но мы и вам приготовили подарки. Всем малышам хорошие, веселые и добрые подарки. Дети до 4 лет бесплатно. Спасибо вам большое за эту беседу. Еще раз вас с днем рождения наступающим. Конечно же, аншлага в зале новых интересных постановок и доброго и преданного зрителя вам. Спасибо огромное. Спасибо.